С политических каникул прямо в центр скандала нелёгким выдалось возвращение на работу для британских лейбористов. Антисемитский скандал получил новое развитие, но и на этот раз высказываниями политиков заинтересовалась полиция. Подробности расскажет Ирина Иванова, она в Лондоне. 45 случаев проявлений антисемитизма в лейбористской партии. Всё задокументировано и передано в Скотланд-Ярд. Это апогей длительного скандала, запятнавшего репутацию как лидера партии, так и самых видных её представителей. Документ попал в руки журналистов. В нём фигурируют более 20 депутатов, которые позволили себе публичное оскорбление евреев. Их фамилии не называют. Мы очень серьёзно относимся к преступлениям на почве расовой ненависти. За это досье возьмутся эксперты и выяснят, есть ли в них состав преступления на самом деле. И всё это на фоне недовольства еврейской общины из-за длительного расследования предыдущих случаев проявлений антисемитизма с участием высокопоставленных политиков. Чтобы восстановить репутацию партии, было решено принять новый кодекс поведения. Сегодня Национальный исполнительный комитет политсилы должен утвердить определение самого слова антисемитизм, разработанное Международным союзом памяти жертв Холокоста. Что опять вызвало жаркую дискуссию и не только среди политиков. Сторонники и противники либаристов с утра митинговали возле центрального офиса партии. Дошло до стычек. На место прибыла полиция. Как будто мало было проблем лидеру либаристов, так именно сегодня издание САН опубликовало скандальный видеоролик, где Джереми Корбин нахваливает хумус, которым его угощали лидеры Хамас. Дело было еще в 2010 году и недавно главный британский оппозиционер заявлял, что решительно не помнит этого эпизода. Якобы его и вовсе не было. Вот журналисты и освежили память политика. Ирина Иванова, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.